МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой, Севастопольское информационное бюро, первые новости города. В студии Екатерина Коломеец. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Убытки на миллионы и смертельная опасность. Севастопольские энергетики настаивают на увеличении штрафов за повреждения линий электропередач. 48 тысяч дневников севастопольского школьника в этом году разойдутся по образовательным учреждениям города-героя. 1 сентября без букетов. Севастопольцев просят помочь тяжело больной девочке Ксюше Игнатовой. Более 400 единиц уникальных экспонатов хранит Музей природы Карадагской научной станции. Шекспировская история любви двух людей и раздора двух семей. Ромео и Джульетту перенесли в 21 век. Малоракетный корабль «Вышний Волочок» впервые применил ракетные комплексы «Калибр». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. В качестве мишени был использован щит, имитирующий корабль условного противника. Он находился на расстоянии около 40 морских миль от места пуска ракеты. Успешные поражения цели зафиксировали с помощью беспилотников. Морской полигон, где проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства. Задачу по закрытию полигона выполнили 10 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолеты морской авиации Черноморского флота. Напомним, с 26 по 31 августа в Южном военном округе проходят масштабные командно-штабные учения. В маневрах участвуют свыше 8 тысяч военнослужащих, более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и 60 вертолетов, более 100 танков и до 10 кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии. Учения проходят на 12 полигонах Юга России, в том числе в Крыму, Астраханской и Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Военные следователи проводят проверку по факту конфликта на пляже Омега. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления следком России по Черноморскому флоту. Двух военнослужащих подозревают в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц. Это призывники войсковой части 80-365. Установлено, что двое подозреваемых вечером 25 августа ехали на автомобиле по пешеходной зоне пляжа Омега. В это время там прогуливались севастопольцы с детьми. По словам очевидцев, черное БМВ то ли зацепило, то ли почти задело маленького ребенка, шедшего с матерью. В ответ на замечание матери водитель выскочил из машины и начал избивать женщину. Жестоко избит был и заступившийся за пострадавшую мужчина, возможно, отец семейства. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение, говорится в сообщении ведомства. Власти Севастополя собираются выплатить субсидию государственным монетарным предприятиям Севастопольский морской порт и Севэлектроавтотранс. Об этом стало известно 29 августа в ходе заседания городского правительства. Исполняющий обязанности директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов пояснил, что в отношении Севэлектроавтотранса имени Крупадерова речь идет о возмещении межтарифной разницы компаний. По его словам, проезд для населения и экономически обоснованная его стоимость отличаются. Уже выплачено то, что было предусмотрено бюджетом 83 миллиона в этом году. Объем дополнительных средств составляет 165 миллионов 434 тысяч до конца года. Также по заявке Департамента экономического развития города Севастополя увеличиваем объем финансирования по мероприятию развития инфраструктуры морского порта города Севастополя на 4 миллиона 26 тысяч рублей. Как пояснил исполняющий обязанности директора Департамента экономического развития Элимдар Ахтемов, Севастопольскому морскому порту деньги нужны, чтобы оплатить долги предприятия по налогам, оформить страховку перевозчика и отремонтировать подвижной состав. И это не все проблемы компании, о которых замалчивало предыдущее руководство города. В комиссии нет вот этих самых средств на выплату по конституционному соглашению, также нет средств на выплату межтарифной разницы. Давайте примем с учетом доработки по тем позициям, которых нет в бюджете, дополнительно обсудим, значит, либо исключим эти позиции из госпрограммы, пока по ним нет источников, либо, значит, соответственно, если найдем источники, поймем, что у нас есть такая возможность, значит, примем в таком виде. Частицы горных пород, минералы, чучела животных и птиц, насекомые. Более 400 уникальных экспонатов хранит Музей природы Карадага. Он расположен на территории старейшей в Крыму научной станции имени Терентия Ивановича Вяземского. Чтобы собрать ценные экспонаты и создать необычные коллекции, специалистам понадобилось более 30 лет. Место, откуда начинается знакомство с Карадагской научной станцией и заповедными территориями, посетила наша съемочная группа. Мы находимся на территории старейшего научного учреждения в Крыму, Карадагская научная станция имени Вяземского. Научная станция была основана в 1914 году. Уже через год на ее территории появился Музей истории природы Карадага. Для него выбрали светлое большое помещение в цокольном этаже лабораторного корпуса. С тех пор место расположения музея осталось неизменным. К 70-м годам прошлого столетия фонды музея имели полноценную, более тысячи экспонатов, геологическую коллекцию. Около 200 гидробиологических экспонатов, а также небольшое количество чучел птиц. На сегодняшний день современная коллекция музея насчитывает около 400 единиц. В коллекции Музея истории природы Карадага представлена крупнейшая таксидермическая коллекция. Здесь более 30 лет работал таксидермист Олег Борисович Спиваков. Ему со всего Крыма привозили тушки умерших животных. И он здесь в таксидермической мастерской изготавливал все эти чучела. То есть у нас красивая коллекция. Особая ценность коллекции в том, что ни одно животное не было убито. Все они умерли естественным путем в той среде обитания, где проживали. Специалист Олег Спиваков восстановил их максимально точно. За стеклом музейной витрины. Перед зрителем оживают сюжетные картины. Нападение ястреба тетеревятника на фазана. Можно увидеть и черного грифа. Птицу падальщик, который слышит запах гниющего мяса за 200-300 километров. Представьте, на Карадаг прилетает она полакомиться падалью с Крымского природного соповедника. С южного берега Крыма. Лисица с лисятами, кабан, белка, куница, барсук – обитатели заповедных лесов Крыма. Искусно сделанные чучела позволяют легко увидеть отличия каждого животного и определить, где они жили и чем питались. Причем все экспонаты расположены не в случайном порядке, отмечает Марина Федоренко. Коллекция действительно не просто так расположена. Она расположена по биотопам, местам обитания животных растений. И как раз таки мы с вами идем мимо Черноморского побережья. Водоплавающие птицы, у нас есть берег Черного моря, хищники. У нас есть зимующие птицы, у нас есть млекопитающие. И представительные степных районах Керчевского полуострова. Все это работает для привлечения туристов. Здесь гости полуострова знакомятся с флорой и фауной Карадага, особенностями его заповедных территорий. Однако нельзя забывать, что исследовательская станция появилась здесь раньше, чем был организован природный заповедник. Научные сотрудники вот уже больше десятка лет трудятся в лабораториях, в полях и акватории Карадага. Здесь изучают как млекопитающих, так и морскую флору и фауну, диатомовые водоросли. Разнообразное изучение, то есть не только территория Карадагского природного заповедника, не только мы изучаем тех животных и растений, которые здесь живут, произрастают, но и также весь юго-восточный Крым также входит в состав исследований. Изучают редкие виды растений. Однако исследования научных сотрудников биостанции не для любопытствующих туристов. С результатами наблюдений работают очень серьезные ученые. Дарья Юхновская, Дмитрий Фомин, Максим Мыльников, Карадагская научная станция, Крым. 48 тысяч дневников севастопольского школьника в этом году разойдутся по образовательным учреждениям города-героя. В этот раз основной документ учащегося, который бесплатно раздают в местных школах, посвящен теме защиты природных заказников Севастополя, краснокнижных растений и животных. Этой акции уже 12 лет. Группа энтузиастов каждый год в преддверии 1 сентября разрабатывает и выпускает партию школьных дневников, которые совершенно бесплатно достаются учащимся севастопольских школ. Вид и смысловое наполнение дневника никогда не повторяется. Таким образом, он каждый раз несет не только функцию журнала для записи оценок и замечаний, но и уникального сборника, который рассказывает о судьбах людей, зданий и улиц Севастополя. Когда мы еще были в составе Украины, была большая потребность в том, чтобы ребятам разного возраста рассказывать о Севастополе, о людях, которые его создавали, рассказывать о памятниках города, архитектурных сооружениях, может быть, тех, которых и нет на карте города. Но нам интересно, что теперь на этом месте. Мне очень хочется верить в то, что эта добрая традиция сохранится. В этот раз дневник севастопольского школьника посвящен теме защиты природных уголков родного края, редких видов растений и животных. Ценность идеи эко-дневника подчеркнул севастопольский автор и путешественник Тихон Синицын. Этот дневник создавался совместно с моим преподавателем Николаем Васильевичем Шиком, который много лет воспитывал севастопольцев в русле краеведения, в изучении родного края, любви, природы Севастополя. Вдохновение я черпал, думаю, на протяжении всей своей жизни. Я очень люблю севастопольскую, крымскую природу. Много лет тружусь экскурсоводом. И считаю, что этот дневник, такая вот форма прекрасная, которая всем севастопольским школьникам покажет о том, в каком удивительном месте мы живем. Председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, написавшая вступительное слово в дневнике севастопольского школьника, вспоминает, какие люди на протяжении многих лет вкладывают душу в дело патриотического воспитания молодежи. Вот эта идея, которая, ну, очевидно, была такая интересная, она коллективного происхождения, если можно так сказать. Я знаю, что Юрий Вадимович Падалко имеет самое непосредственное отношение к самой идее. Идеологом и финансистом у нас всегда Алексей Михайлович выступал, но делался дневник всегда в издательстве «Телескоп». Совершенно замечательная команда под руководством Юрия Николаевича Рындина и Марина Воронежская, дизайнер, которая всегда придумывает такое вот решение художественное дневника, что его приятно взять в руки. Разворот из себя представляет, собственно, календарную сетку, это функциональный элемент, а также сюжет, фотография к этому сюжету и стихотворение, которое, по идее, должно тронуть струны души, потому что стихотворения очень такие живые и трогательные. Ну и фон был подобран так, чтобы создать атмосферу. Каждый день видеть уголки уникальных природных заказников Севастополя, изображения краснокнижных растений и животных на страницах своего нового дневника Школьники смогут благодаря большой команде авторов, среди которых много отличных фотографов. Это Татьяна Стефанович, Максим Стефанович, Павел Ручко, Сергей Ракша, чьи фотографии? Гусаченко, Алексей. То есть, чьи фотографии использовались в создании иллюстрации для дневника. Я думаю, что такой дневник будет прекрасно иллюстрированный, мотивировать севастопольских школьников, чтобы они получали только отличные оценки. Помогать юным севастопольцам не терять связь с историей, культурой и природой родного края энтузиасты намерены и в дальнейшем. Даже если технологии заставят отказаться от бумажных носителей информации. Независимо от того, бумажная эта форма или электронная, содержание будет неизменным. Им не должен быть посвящен Севастополю, людям, которые его созидают в былые годы и созидают сейчас. И, скажем так, уникальным совершенно нашим историческим памятником и нашей природе. Получить дневник, как обычно, можно будет в образовательном учреждении в первые дни учебного года. Авторы надеются, что новое издание поможет детям еще лучше узнать мир флоры и фауны своей малой родины и пронести любовь к природе Севастополя сквозь время. Михаил Журавский, Елена Асачи, Андрей Самошин, Марина Иванова, Дмитрий Лелека, Анатолий Паньков. Все в информбюро. Первое сентября без букетов. Севастопольцев просят помочь тяжелобольной девочке Ксюше Игнатовой. Суть акции проста. Вместо большого количества цветов каждый класс подарит своему педагогу один. А сэкономленные средства направят на спасение детской жизни. Ксюша Игнатова нуждается в сложной операции, которую успешно проводят только за границей. Но собрать немалую сумму на лечение в американской клинике обычной семьи Севастополя не по силам. Присоединиться к акции «Дети вместо цветов» предлагает неравнодушным севастопольцам председатель городского родительского комитета Елена Майко. Урок добра для детей и взрослых. Севастопольским школьникам и их родителям предлагают нарушить традиции 1 сентября. Пожертвовать букетами ради человеческой жизни. Роберт и Родион присоединятся к акции. На торжественную линейку в День знаний мальчишки придут без цветов. Ребята хотят помочь тяжелобольной девочке Ксюше Игнатовой. Это урок ценностей и выбор братья сделали без раздумий. Они очень рассчитывают на понимание учителей. Мы решили поддержать эту акцию двумя тысячами, чтобы помочь Ксюше быстрее выздороветь. К сожалению, но ее здоровье ухудшается и с каждым днем ей становится все хуже и хуже. Но мы истинно хорошо стараемся. Мы помогаем ей, чтобы она быстрее выздоровела. Мы решили помочь Ксюше, потому что она наш друг и мы очень стараемся за нее. И у нее жизнь только началась и поэтому мы должны побороться за нее. Ксюша появилась на свет с врожденной болезнью среднего уха. Девочка уже перенесла две операции, которые, увы, не дали положительных результатов. Более того, из-за послеоперационных осложнений у Ксении образовалась опухоль, которую необходимо срочно удалять хирургическим путем. Теперь девочке нужна операция, которую пока что успешно проводят только за границей. К тому же оплатить ее семья Ксении не может. На сбор средств совсем мало времени. Сроки операции пришлось перенести. Болезнь обострилась. Ксюше становится хуже. Сейчас девочка находится в больнице. Состояние Ксюши нам не позволяет ждать до 27 ноября. Операция перенесена на 10 октября этого года. Нам необходимо в клинику внести до 15 сентября всю сумму за операцию. Так как сумма была еще очень большая, мы выступили с инициативой запустить эту акцию в нашем городе. Она уже на данный момент получила очень большой отклик в сердцах севастопольцев, детей, учителей, их родителей. Очень много кто нас уже поддержал. Для оплаты операции не хватает еще 800 тысяч рублей. Женщина опасается, что не успеет до 15 сентября в одиночку собрать такую сумму. Стоимость операции у нас 47 600 долларов. К сожалению, она не подъемна для нашей семьи. С мая месяца мы ведем сбор в социальных сетях. Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям с просьбой нас поддержать, помочь. Я очень хочу спасти свою дочь и прилагаю к этому все усилия. Большая часть суммы собрана. До осуществления мечты Ксюши осталось немного. Девочка очень хочет жить. Жить полноценной и счастливой жизнью. Маленькая, но такая сильная и волевая. Она точно решила, что будет идти до конца. Ксюша очень благодарна тем, кто уже откликнулся на просьбу помочь. Я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые не проходят меня, которые отозвались, которые помогли мне, которые сейчас помогают, которые поддерживают меня. Я хочу сказать им огромное спасибо. Я очень рада, что возле меня есть очень много добрых людей. История Ксюши стала широко известна в Севастополе после обращения к председателю законодательного собрания Екатерине Алтабаевой. Девочка с мамой пришли на прием к депутату в конце июля. Мы очень хотим обратиться, прежде всего, к средствам массовой информации, чтобы о ее проблеме узнали как можно больше севастопольцев. Я полагаю, что общими коллективными усилиями мы сможем собрать ту сумму, которая будет необходима для того, чтобы ребенку сделали операцию. Я очень надеюсь, что будет восстановлено здоровье. Присоединиться к акции «Дети вместо цветов» предлагает неравнодушным севастопольцам глава городского родительского комитета Елена Майко. Я разместила информацию в соцсетях, на сайте, в рассылке, в мессенджерах, а также обратилась в департамент образования. Дело в том, что департамент сам в силу определенных обстоятельств не может инициировать сбор средств, но они могут поддержать инициативу родителей. И, на мой взгляд, было бы правильно, чтобы сами родительские комитеты и родители в целом классов решали, будут они участвовать в этой акции или нет. То есть готовы ли они помочь девочке, которая просто очень срочно нуждается в помощи. Елена Майко напомнила, что акция «Дети вместо цветов» всероссийская. Она возникла в 2015 году. Учебные заведения 1 сентября собирают сэкономленные от покупки цветов деньги и перечисляют их подопечным благотворительных фондов, а также детскому хоспису. Хочу сказать, что у нас очень многие родители, у которых дети инвалиды, не знают, что у нас в государстве есть ряд программ по индивидуальным программам реабилитации ребенка-инвалида, которые могут получить достойную, доступную помощь. Поэтому нужно обращаться. Обращайтесь к нам, обращайтесь в общественную палату, получайте информацию, обращайтесь в САБЕС. И я за то, чтобы была адресная помощь. Есть ребенок, есть проблемы, необходимо помогать. Подробную информацию о том, как помочь маленькой Ксении, вы можете найти в группе в социальной сети ВКонтакте. Помощь девочке может оказать любой желающий. Реквизиты для перечисления средств и номер телефона мамы Ксюши вы видите на экране. Дети – цветы жизни, и они точно не должны увидать. Оставив букет в магазине, вы можете продлить цветение жизни маленькой Ксюши – севастопольской девочке, которая очень хочет жить. Марина Иванова, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Севастопольские чиновники стали следить за тем, почему растут несанкционированные свалки. Еженедельно сотрудники Департамента городского хозяйства стали проводить рейды совместно с коллегами из Роспотребнадзора, Госавтоинспекции и активистами Общероссийского народного фронта. Сопредседатель местного штаба ОНФ Владимир Немцев уверен, что чистота должна быть не только на улицах города, но и в лесных зонах. Незастроенные участки в районе Казачьей бухты, Максимовой дачи или на Фиоленте все еще засоряют строительными отходами. В качестве одной из мер по борьбе с несанкционированными свалками чиновники и придумали подобные засады. Будут останавливаться машины с мусором, проверяться, что за мусор, куда он направляется и с какого предприятия, чтобы отследить действительно, какие предприятия, какие лица виновны в захламлении наших зеленых зон. В пятницу в ходе такого рейда был остановлен грузовик со строительным мусором. Машина направлялась на несанкционированную свалку в районе Фиолента. Водитель фуры от комментариев отказался, пытаясь кому-то позвонить. По словам чиновника, нарушителям грозит административный штраф, если окажется, что перевозимые отходы несут риск окружающей среде. Производят транспортировку отхода. Это, во-первых, масса его, во-вторых, что там за отход. Сейчас проведем лабораторный анализ, сейчас подъедет госавтоинспекция, возьмем документы, если нет документов, на основании чего он переводит. Уже будет дальнейшее административное расследование со стороны Росприроднадзора и, соответственно, будет передавать правоохранительные органы для того, чтобы сегодня проработать комплексные мероприятия. Переработка и транспортировка отходов – это лицензируемый, а значит, недешевый вид деятельности. Поэтому некоторые предприятия не довозят строительный мусор до полигонов, выбрасывая его в лесополосе. Образующиеся нелегальные свалки негативно влияют на севастопольскую экологию. В городе есть законные места сброса отходов. Там их утилизуют коммерческие организации, рассказал Евгений Горлов. Те организации, которые предоставляют услугу, они должны утилизировать отход специализированный. То есть это что? Если это строительный отход, его должны либо на вторичную переработку. Есть организации у нас на территории города, порядка трех, которые принимают строительный отход, его перерабатывают и уже потом в установленном законном порядке утилизируют остатки. Тысячи людей без света, убытки на миллионы и смертельная опасность. В Севастополе из-за несанкционированных земляных и строительных работ жилые дома и социально значимые объекты вынуждены оставаться без света. Причина – повреждение линий электропередач недобросовестными строителями. Статистика впечатляет. С начала года повреждена уже 41 электролиния. В 2018 году проведение аварийного ремонта стоило предприятию «Севастополь Энерго» 2,5 миллиона рублей. За 8 месяцев этого года почти 3 миллиона. О том, как бороться с вредителями в нашем следующем сюжете. Несанкционированные земляные и строительные работы могут угрожать здоровью и жизни людей. Случаи, когда техника повреждает сети электроснабжения, в Севастополе не редкость. Последствия могут быть самыми удручающими. Сотрудники «Севастополь Энерго» говорят, что ЧП происходит, потому что земляные и строительные работы чаще всего производятся наугад. Недобросовестные подрядчики в нарушении закона начинают земляные и строительные работы без получения должного согласования. Зачастую прямо в охранной зоне высоковольтных электролиний. Такие нарушения угрожают здоровью и жизни людей. В первую очередь тем, кто проводит такие работы. В результате несанкционированных работ без электричества часто остаются целые населенные пункты, а также важные социально значимые объекты – котельные, школы, детские сады и даже больницы. Специалисты делают все для того, чтобы восстановить энергоснабжение в максимально короткий срок. При повреждении строительной техникой электрических сетей происходит незапланированное аварийное отключение потребителей, населения и социально значимых объектов. Например, за 2018 год было обесточено в результате таких действий 453 трансформаторных подстанций, 110 объектов социального значения, в том числе и больницы. Одна из аварий случилась в середине июля на улице Умрихина в Инкермане. Во время строительства водопровода частная компания повредила две кабельные линии. В результате семь улиц остались без света. Жилые дома и важные социальные объекты – детский сад, шестая городская больница и станция скорой помощи. Сотрудникам «Севастопол-Энерго» пришлось работать не только днем, но и ночью для того, чтобы восстановить электроснабжение. «Севастопол-Энерго, естественно, имеет прямой ущерб от проведения таких работ по аварийному восстановлению и ремонту кабельных и воздушных линий. За 2018 год суммарная сумма по ущербу составила 2,5 миллиона рублей. В этом году за 8 месяцев этого года уже приблизилась к 3 миллионам рублей. Помимо этого, хотелось бы также добавить, что аварийные процессы, которые происходят в поврежденном кабеле, например, землеройной техникой, вызывают в нем изменение его технического состояния, то есть аварийные процессы негативно сказываются на изоляции. В результате происходит его преждевременное старение и снижается надежность работы». У любой лэп и трансформаторной подстанции существует своя охранная зона – допустимые расстояния от электросетей до зданий и сооружений. В охранной зоне, к примеру, запрещено заниматься строительными работами, сажать и спиливать деревья и кустарники, организовывать мусорные свалки, проводить земляные работы. Впрочем, есть граждане, которые настойчиво игнорируют предупреждающие об опасности знаки. В 2018 году при проведении самовольных работ в охранной зоне воздушной линии водитель приблизил стрелу крана манипулятора к проводам на недопустимое расстояние. В результате удара током человек погиб. Несмотря на серьезную опасность, статистика впечатляет. Количество повреждений линий электропередач во время несанкционированных работ в охранных зонах растет. В 2017 году энергетики зафиксировали 48 случаев. В 2018 году уже 63 повреждения линий электропередачи, строительной техникой и механизмами. При этом 76% инцидентов пришлось на кабельные сети. С начала этого года повреждена уже 41 линия электропередачи. Энергетический надзор в этой области осуществляют управление по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений. Наказание также может быть в виде предупреждения. Мы тоже его используем в том случае, если нарушитель это нарушение проявил впервые. Если же это часто встречающееся наказание. Или если в результате повреждения электрических сетей без электроэнергии осталась достаточно серьезная часть населения, если это социально значимые объекты. То, конечно, наказание назначается по максимальной шкале. Однако оно невелико. На должностных лиц оно составляет от 1 до 2 тысяч рублей. На юридических лиц от 20 до 40 тысяч рублей. Суммы штрафов, конечно, значительно уступают ущербу, связанному с порывами электрических сетей. В Севастополе Энерго уверены, нужно ужесточить меры со стороны надзорных и правоохранительных органов к нарушителям действующего законодательства при производстве несогласованных земляных работ. Увеличение штрафных санкций по данной статье, я считаю, эффективным. Я думаю, позволит повысить уровень ответственности тех нарушителей, которые в настоящее время, в общем-то, продолжают эти нарушения осуществлять. Мы обращаемся к частным лицам, которые собираются проводить такие работы, к организациям. Обращайтесь в адрес Севастополе Энерго перед производством земляных работ или работ в охранных зонах линии электропередачи. Мы выдадим вам соответствующее разрешение и документация будет согласована. Таким образом, мы сможем с вами проводить безопасно и не подвергая рискам электроснабжения потребителей города. Севастополь Энерго напоминает, земляные и строительные работы в охранных зонах линии электропередач опасны для человека и могут стать причиной смерти от удара электрическим током. Берегите себя и своих близких. Марина Иванова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. Признание в любви и нерушимые клятвы, но через призму современности. На сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени Анатолия Васильевича Луначарского классическая история Ромео и Джульетты рассказана по-новому. Взгляд московского режиссера-постановщика Андрея Маника и игра молодых актеров рассказывают зрителям трагическую историю двух семей, но с неожиданными коррективами. Сцена театра Луначарского на вечер превратилась в итальянский городок Верона. Только постановка необычная, в серых тонах и современным взглядом на любовь прошлых веков. Первая любовь и совершенно новые для молодых людей чувства. Эпизоды, которые будоражат сердца искренне, только в другой, новой и абсолютно неожиданной постановке для любителей классического театра. Яркие современные костюмы на фоне темных декораций. Правда, монологи актеров могут удивить приверженцев традиционной версии постановки. Здесь важна атмосфера. Всецело высвободить душу и отдаться образу – главная задача актеров. И даже импровизация позволительна. Важны не только слова, а жесты и мимика. Непривычный взгляд на пьесу, написанную в 16 веке, не меняет отношение зрителя к чистому чувству. Вот она, магия театра. Я к ней пробьюсь и посмотрю в упор. Любил ли я как раз до этих пор? Ну, есть, например, театр, как вы говорите, классический. Вы, наверное, имеете в виду что-то застроенное, определенное, вот какая-то канва. А тут она есть, но внутри нее может происходить что угодно. То есть ты можешь обыгрывать что-то, можешь не обыгрывать, можешь что-то пропустить, что-то не пропустить. Всегда. То есть каждый спектакль должен быть разным. На самую печальную повесть на свете сквозь призму современности посмотрел московский режиссер-постановщик. Андрей Манник. Вместе с актерами молодой театрал уловил настроение постановки. Подготовить сложное и глубокое произведение удалось всего за два месяца. Сценарий авторских и всех тайн зрителям не раскрывают до последней минуты игры. Мы изменили порядок пьес, мы отказались от некоторых сцен и на их месте придумали другие. Вот так я, наверное, скажу, потому что у нас сговор с ребятами принципиально не сдавать каких-то вещей. Поэтому вот так я, наверное, скажу. Просто мы занимались таким в хорошем смысле сочинительством. Раздор двух семей, война и непонимание на фоне трепетной истории любви оживает на сцене и тянет за собой зрителя. Отважная борьба детей за свое счастье и трагическая гибель дает возможность переосмыслить ценности жизни. Мысль, которую режиссер пытается донести, что, к сожалению, в нашем взрослом мире очень часто от наших бед, войн страдают невинные дети. Мне кажется, вот эта мысль, она страшная. Премьерные показы современного видения Шекспира запланированы на ближайшие три дня. 1 сентября актеры закроют 108-й театральный сезон и уйдут на отдых до середины октября. И те, кто выживут, сами потом будут смеяться. Алина Пчелинцева, Юрий Реутин, Севонформбюро. Выходные в Севастополе будут теплыми и без осадков. По информации специалистов Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, последний летний месяц был теплее обычного на 2 градуса. Теплая и солнечная погода сохранится и в первые дни сентября, говорят в гидрометцентре. В протяжении последней недели днем воздух прогревался до плюс 30, плюс 34. Смена календарных сезонов в выходные дни пройдет на фоне теплой и комфортной погоды. Будет солнечно, утром прохладно, плюс 15, плюс 16. Днем воздух прогреется до плюс 29, плюс 30. Если говорить о сентябре, то он ожидается также теплым. Ожидается, что температура воздуха превысит норму на 1-2 градуса, но осадки будут меньше нормы. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 6 детей. Один мальчик и 5 девочек. На сегодня это все. Выпуски Севинформбюро смотрите в выходные дни в 17.30, 19, 21.30 и в 2 часа ночи, утром в 6 и 8 часов. Телефон редакции 59-0060, а также мобильный, плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте нтс-дефис-тв.ком. Ждите новостей. До встречи.